Сегодня начался демонтаж входных дверей и окон самоволки. Мало того, что она возведена незаконно, еще и с нарушениями градостроительных норм. В доме три подъезда около 90 квартир. В некоторые из них уже заселились первые жильцы. Заявление в суд на снос объекта администрация Сочи подала еще в 2015 году на этапе первого этажа, когда проверка показала, что строительство ведется с многочисленными нарушениями. Данное решение вступило в силу, но длительное время самовольным застройщикам не исполнялось. В связи с длительным неисполнением решения суда, администрация города Сочи обратилась в суд с заявлением об изменении порядка и способа исполнения решения суда. И данное заявление было судом удовлетворено. На сегодняшний день администрация города Сочи имеет право привлечь стороннюю организацию для организации сноса указанного объекта с последующим взысканием денежных средств самовольного застройщика. Разрешение было выдано на три этажа площадью застройки 232 квадратных метра. Но застройщик начал вести строительство на площади в три раза больше. Районный суд и Краевой удовлетворили иски администрации о сносе строения, а во встречных требованиях застройщику Людмиле Брусенцовой было отказано. К слову, сейчас женщина находится под арестом. По нашим оценкам департамента строительства, очень много нарушений при строительстве этого дома. В частности, начав демонтаж огражающих конструкций, мы обнаружили, что несмотря на то, что люди здесь живут, кровля на данном доме не была выполнена. Непонятно, как был сделан фундамент. Геология у нас в Сочи очень сложная, да и сейсмика большая. Поэтому люди, которые здесь жили, конечно, подвергали бы себя очень большой опасности, находясь в этом доме. Эффект кровли для потенциальных покупателей создает обрамление из профнастила, а сама крыша отсутствует. Также на ней заметны выпуски на новый уже седьмой этаж, то есть застройщик не собирался останавливаться на шести. Бетон верхнего этажа пропускает дождевую воду и внутри дома в итоге собираются лужи. Сейчас дом полностью отключен от коммуникации. Проверка показала, что канализация в нем выходила на рельеф. По всей видимости, застройщик собирался использовать выгребную яму, которую выкопал на соседнем участке. Власти Сочи просят перед покупкой квартир ознакомиться с так называемым черным списком застройщиков. Он размещен на сайте городской администрации.